В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 7 января православные христиане отметили Рождество. Как настроиться на работу после длительных праздников в Советы Саровчан? За победой в овертайм хоккейный клуб Саров встретился с Борским Кварцем. Далее расскажем обо всем подробно. Пилотный проект по самозанятым гражданам стартовал в Нижегородской области. К этой категории относят людей, работающих на себя без привлечения наемных работников и имеющих в год суммарный доход от личной трудовой деятельности не более 2 миллионов 400 тысяч рублей. В соответствии с законодательством в качестве самозанятых смогут также регистрироваться няни, репетиторы, сиделки и те, кто оказывает услуги по уборке помещений и ведению домашнего хозяйства. Лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, имеют право выплачивать налоги в размере 4% от дохода для физических лиц и 6% для юридических. Для регистрации в качестве самозанятого обращаться в налоговую инспекцию не нужно. Для этого необходимо бесплатно скачать и установить на свой смартфон специальное приложение «Мой налог». Для регистрации достаточно фотографий паспорта и селфи. Вся необходимая информация о проведенных операциях автоматически направляется в налоговую инспекцию. Войти в приложение можно также, используя логин и пароль от личного кабинета на сайте ФНС России или портала Госуслуг. К другим новостям. В ночь с 6 на 7 января весь православный мир отметил Рождество – один из самых главных христианских праздников. В этот день заканчиваются рождественские посты, начинаются святки. Время от Рождества до Крещения Господня. На праздничную рождественскую литургию в Свято-Троицкий Серафим-Дивеевский монастырь традиционно съехались паломники со всей страны. Свято-Троицкий и Дивеевский монастырь в Рождество засиял праздничными огнями. Деревья украсили светящимися сосульками и снежинками. На улицах установили фигуры с иллюминацией и ледяную горку для детей. Главный новогодний атрибут – нарядные елки – поставили буквально на каждом углу. Вечером территория обители напоминает сказочный сад. Каждый может здесь погрузиться в атмосферу благодати, прогуляться по Иловому тоннелю под звуки духовной музыки и загадать желание. По традиции к празднику устанавливают вертеп – композицию, которая воспроизводит сцену рождения Иисуса Христа. Вокруг младенца – фигура Богородицы, Иосифа и животных. Овенчает картину «Вифлеемская звезда». Рождество считают одним из самых семейных праздников. В монастырь многие приходят целыми поколениями. Родители с малых лет прививают детям традиции православного христианства. Каждый год мы приезжаем сюда посмотреть, вот здесь имеют именно вот эту красоту, как-то, я не знаю, для души, наверное. Благодать от этого праздника, что родился наш Христос, наш Спаситель, наш Учитель. И все люди очень хотят здесь побывать, потому что это самый такой светлый праздник, самый радостный, и для детей особенно, потому что они всегда получают на Рождество подарки. Тут все красиво, что Рождество все объединяет. Так и красиво, все зрелищно, да. И в душе светло и чисто. Конечки здесь красивые. И на горки кататься. На горки кататься. Ежегодно в Сочельник, в Дивеево приезжают сотни верующих со всей России и стран ближнего зарубежья. Люди преодолевают десятки, сотни километров, чтобы встретить Рождество в святом месте. Решили, что в такое место обязательно надо сходить. Мы прогадали, красиво очень. Из Москвы мы приехали, даже здесь красивее, чем там. Я приехала из Нижнего Новгорода. И, в общем, как бы сказать, приезжая я или на 13-й, на 14-й, на день рождения Серафима Саровского. И вот сегодня я решила приехать в этот день. Очень торжественно, радостно. Приехали, да, с Белоруссии. Мы уже второй год здесь. В том году были в Сочельник. Вот. Ну, как сказать. Так, чтобы коротенько душа зовет. Одним словом. Очень красиво. У нас в Белоруссии такого нет. С приходом Рождества наступили святки. Период народных зимних праздников. Они продлятся до Крещения Господня, которое православное отметит 19 января. Новые поправки в правилах дорожного движения начали действовать на территории России. Теперь водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО для проверки не только в обычном бумажном виде, но и в электронном. Правоохранители смогут проверить подлинность документа при помощи автоматизированной информационной системы. Таким образом, водителям не нужно будет возить с собой массу ненужных бумаг и опасаться потерять их. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дорогу за четвертым КПП снова открыли для движения. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, запрещающие знаки убрали. Ограничение действует только в местах, где проезжая часть пересекается с газопроводом. Напомним, в конце ноября прошлого года на выезде с четвертого КПП установили знаки «РПИЧ». Тех, кто рискнул его проигнорировать, останавливали сотрудники правоохранительных органов и выписывали штрафы. Дорогу перекрыли из-за не сданного участка магистрального газопровода, который пересекает новую трассу. 7 января после тяжелой болезни на 81 году ушла из жизни почетный гражданин Сарова Нелли Асадзе. За 56 лет работы в детской музыкальной школе имени Балакирева Нелли Романовна зарекомендовала себя выдающимся педагогам, музыкантам и методистам. В эти выходные в Сарове пройдут традиционные серафимовские детские и юношеские чтения. Торжественное открытие православной конференции состоится в субботу 11 января. Как ожидается, в ней примут участие не только саровчени, но и жители других городов. Они представят доклады о святынях Нижегородской области, порассуждают на тему духовной безопасности в современном обществе, попробуют свои силы в православной журналистике. Полный перечень тем и направлений, которые будут затронуты в ходе серафимовских чтений, опубликован на сайте православный Саров. В этом году родители дошкольников будут платить за детский сад 2173 рубля в месяц. Новый тариф зафиксирован в постановлении городской администрации. Документ опубликован на официальном сайте городской управы. Для справки, стоимость услуг дошкольных учреждений пересматривают ежегодно. В 2019-м присмотр и уход за детьми обходился родителям в 2090 рублей в месяц. Саровчам просят выходить на лед с осторожностью. Последние замеры показали, что на пруду Боровом и реке Сати с в районе Маслихинского моста вода провезла на 20 сантиметров. А вот на реке Саровке менее чем на 2 сантиметра. Несмотря на то, что безопасной для перехода и катания считается лед толщиной от 12 сантиметров, во многих местах специалистами замечены подводные ключи, которые создают опасные участки. Кроме того, толщину льда замеряем в нескольких метрах от берега. Ближе к середине русла он может быть значительно тоньше. Новогодние каникулы закончились, и россияне вернулись к трудовым будням. При этом выход на работу – большой стресс для организма. Чтобы войти в нормальный режим после длительных выходных, человеку в среднем требуется примерно 72 часа, отмечают психологи. Как справиться с трудностями, начать первую рабочую неделю года с комфортом, наша съемочная группа узнала у саровчан. Новогодние выходные подошли к концу, и начались трудовые будни. Выходить на работу после долгих праздничных каникул бывает настолько трудно, что психологи начинают говорить о постпраздничном синдроме или постпраздничной депрессии. Многие, выходя в первый день, чувствуют усталость, раздражение и сонливость, что, конечно же, сказывается на работоспособности. Как сохранить праздничное настроение, но при этом войти в рабочий ритм, узнаем у саровчан. Вот по опыту, может быть, знаете, как заставить себя работать? Как обычно? Ну, праздник – это радость. Как сегодня сказали по телевизору, не нужно унывать, нужно с радостью идти на работу. Надо спать поменьше, чтобы потом очень сильно хотелось. Ложишься в девять и – пуп – и вырубаешься, правда, сразу. Вот кроме сна, как себя еще вот замотивировать как раз-таки на работу, на учебу? Это очень сложный вопрос, сама ищу на него ответа. Честно говоря, тут у каждого свое, это все индивидуально. Да не знаю, вот я переборол себя, вышел на работу сегодня. Мне кажется, люди уже к этому привыкли. Уже столько лет, это длится праздник, это рождественские новогодние каникулы. Мне кажется, уже они адаптировались к этому. Вчера, что у меня надо было задуматься. Ну, я думаю, я работаю все равно, надо думать, что мы без работы никуда, так ведь? Работа нас кормит, так что должны все-таки быть в тонусе все. Уже надоело отдыхать, и хочется идти на работу. Я, например, за, чтобы уже дома летом, да, летом нам некогда сидеть, лежать. А с удовольствием сейчас я бы бежала на работу. Воды больше пить? Вот, натощак два стакана воды, меньше еды. Отпиваться нужно, потом, значит, ну что, овощи, фрукты, вот все. И физические упражнения. Больше ничего. Вот вся программа на этом построена сегодня. Ну как, отдохнуть нормально, и все. И весь разговор, ходить, гулять, на природу почаще заходить. Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня. Для этого достаточно с утра принять теплый душ, выпить чашечку зеленого чая с кусочком шоколада, теплее одеться и пешком пройтись до работы. В первый день старайтесь не перенагружать себя и отложите все важные дела на потом, считают эксперты. Советы для вас собирали Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Квесты, мастер-классы, праздничные представления, эстафеты и спортивные соревнования. В дни новогодних каникул в нашем городе прошло много мероприятий для детей и взрослых. Клуб Акбар провел традиционное док-шоу, во время которого саровчане узнали о собаках, героях Великой Отечественной войны и познакомились с представителями различных пород. Вот уже несколько лет в дни новогодних каникул клуб собаководства Акбар, Центр внешкольной работы, проводит праздник для всех любителей четвероногих друзей. В этом году темой док-шоу стали собаки-герои Великой Отечественной войны. И сегодня будет информация для местного населения о тех собаках, которые в годы Великой Отечественной войны также были к плечу с нашими воинами, с нашими дедами и отцами в боях в Великой Отечественной войне. Горожанам рассказали о собаках, которые, жертвуя собой, взрывали немецкие танки. Одна четвероногая воительница Дина пустила под откос вражеский бронепоезд, причем сама осталась жива. Немецкая овчарка Джуль Барс обнаружила 7,5 тысяч мин и более 150 снарядов. Эта собака участвовала в разминировании дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены. О подвигах животных героев нельзя забывать, особенно в год 75-летия Великой Победы, уверены организаторы праздника. Также наши сейчас ребята готовятся уже к параду Победы 9 мая, и мы планируем, что в параде будут участвовать собаки, которые будут символизировать тех, которые участвовали в Дни Великой Отечественной войны и пройдут по площади вместе со своими хозяевами. Также у посетителей Док-шоу была возможность пообщаться с опытными собаководами и побольше узнать об особенностях той или иной породы, прежде чем заводить собственного четвероногого друга. Алексей рассказал гостям выставки о своих собаках породы кавалер Кинг Чарльз Спанель. Для дома я считаю самое оптимальное, они вообще не рвут, не ломают ничего, как кошки просто все время на кроватке лежат рядом. Хулиганства особо нет никакого. Очень ласковые, неприхотливые, мягкие, можете потрогать какие. Самые дружелюбные, кусаться вообще не умеют, они могут только залезать насмерть и все. Еще один праздник для любителей собак клуб Акбара организуют в мае. Горожан ждет выставка и парад пород, а также показательное выступление кинологов. Хоккейный клуб Саров в дни новогодних каникул провел первый домашний матч 2020 года. Соперником нашей команды стал Борский Кварц. Основное время закончилось со счетом 6-6. Исход игры решил овертайм. Подробности далее. Удаление, жесткая борьба за шайбу и овертайм. В первой домашней игре в этом году в рамках первенства Нижегородской области среди мужских команд царовские спортсмены скрестили клюшки с Борским Кварцем. В первом периоде саровчане заявили о себе как о серьезном сопернике, отправив в ворота борчан сразу три шайбы. В ответ получив одну. Пока хорошо, нравится. Наши ребята стараются. Но пока ведут счет. Посмотрим дальше, что будет. Ребята хорошо играют. То есть вам все нравится? Конечно, победа. Мы быстрее. Мы быстрее. У нас нападение. Быстрее. У них медленнее катаются ребята. Так что мы за счет скорости выиграем. Мастеровито сыграла Румынин. Три шайбы – это хорошо. Я надеюсь, что и будет дальше. Увеличится счет. И наш выиграет. Во втором периоде обе команды обменялись тремя шайбами. А в третьем на ледовом поле развернулись нешуточные баталии. Взяв инициативу в свои руки, хоккейный клуб «Кварц» забил ворота соровчан сразу два гола. Основное время закончилось со счетом 6-6. Исход игры решил овертайм. 7-6 в пользу соровчан. Здесь нет слабых соперников. Все могут, все хотят. Поэтому раз, зацепились. 6-6. Ну, хорошо, что овертайм выйдет. По словам тренера хоккейного клуба «Кварц» Алексея Мишина, до победы ребятам не хватило выносливости. Виной всему усталость с дороги. Отсюда идет невнимательность и рассеянность спортсменов. Плод такой ошибок, невынужденных. Ошибаются в передачах, идет перехват. И ребята из Сарова очень быстрые и хорошо играют в пас. Естественно, они разрывали наших защитников и забивали голы. Причем голы хорошие. Ну, можно порадоваться за тех ребят-исполнителей, которые это делали. Результатом, конечно, удовлетворены. Даже проиграв в овертайме, тем не менее, я считаю, что мы достигли заслуженного этого очка. Хоккейный клуб «Саров» занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Следующий матч он проведет 11 января. Спортсмены примут на своем льду команду «Изурение». Начало встречи в 13 часов. Следить за игрой можно будет онлайн в официальных группах ТРК «Канал-16» в соцсетях и на Ютубе. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин